Всем привет! Сегодня в Охотника нет обзор компрессора высокого давления. Это компрессор мини-ЮМИ. Качает он до 300 атмосфер. Такие вот габариты у него в полностью рабочем состоянии. Вес его 15 кг. А так он выглядит полностью собранным. Компрессор сегодня мне будет служить в воле суба. Мини-компрессор ЮМИ имеет систему двойного охлаждения. Это вентилятор, который установлен сзади в корпусе для воздушного охлаждения. И, соответственно, водяное охлаждение. Оно производится путем подачи из маленького водяного насоса, который также идет в комплекте, воды в верхний отсек и забора воды в нижний. То есть, грубо говоря, через отделение охлаждающего компрессора проходит вода и уходит обратно. То есть, грубо говоря, замкнутая система водяного охлаждения. Вода поступает у вас обратно в ведро, которое мы поставили, и компрессор охлаждается. Таким путем он не перегревается достаточно продолжительное время. И, соответственно, работать сможет дольше. Компрессор питается от сети, соответственно, 220 вольт. Также и питается от такой сети водяной насос. Такой компрессор отличная альтернатива баллонам высокого давления для накачки PSP винтовок, резервуаров. И насосам высокого давления. Соответственно, компрессор достаточно быстро справляется со всеми резервуарами винтовок. И оптимально подходит для накачки баллонов примерно до 2-3 литров. Если вы хотите закачать такой большой баллон емкостью 7 литров и более, то, в принципе, тоже можно, но с перерывами. Примерно в 5-7 заходов. Потому что компрессор не справляется с таким большим объемом и будет перегреваться. И отдельно хотелось бы как раз сказать про переходники, какие вам понадобятся. Соответственно, чтобы накачивать баллон, вам нужен вот такой достаточно габаритный переходник с быстросъемным клапаном с задней стороны, так называемым квиком. Потому что на китайских шлангах, как вы можете видеть, здесь уже стоит заглушка. Заглушки нет. Соответственно, быстросъемная. И в нее вставляется крепление, точнее, переходник для баллона. Также он увинчивается сюда и закачивается в воздух. Для того, чтобы накачать винтовку, если у вас стандартный коннектор с резьбой, необходим вот такой маленький переходничок. Здесь с одной стороны резьба на 1,8, а с одной стороны быстросъемное крепление квик. Такое же, как на переходнике для баллов. Оно также сюда вставляется и поджимается. А в него уже ввинчивается, соответственно, сам штуцер. В данном случае для Верауха. Вот он ввинтился. Получилось, что он установлен на шланги. Через переходник мы его вставляем в винтовку и накачиваем. Еще есть третий вариант. Если у вас все-таки быстросъемный коннектор, штуцер, мы его вставляем напрямую в шланг и напрямую к винтовке. И получается, что без всех переходников вы накачиваете. У нас в магазине все переходники всегда есть в наличии. Также рекомендуем приобрести для компрессора специальный осушитель. Он будет отсеивать влагу, мелкие частицы пыли, с которыми не справился фильтр. Он маленький достаточно в компрессоре. Осушители продаются отдельно. Устанавливаются они, соответственно, перед шлангом. Сейчас мы берем штуцер от Верауха, вкрученный в переходник на быстросъем шланга компрессора. Вставляем его. И, соответственно, предпроцединием к винтовке. Вот мы вставили. Можем запускать компрессор. И процесс накачки отслеживать по встроенному манометру на резервуаре или на компрессоре. Далее мы спускаем давление. Это очень важно. На специальном клапане на первом и на втором. Как только давление спустилось, мы можем уже отсоединить. Для того, чтобы накачать баллон, вы также приобретаете переходник под резьбу баллона. И быстросъемным основанием вставляем его в быстросъемное крепление шланга. Вкручиваем в резьбу баллона. Также закручиваем клапана. И теперь очень важный момент. Когда вы накачиваете компрессором, вначале вы подаете давление, примерно равное тому, что есть в баллоне. Потом потихонечку откручиваете сам вентиль баллона. Иначе будет большая разница в давлении. Ну и также вы отслеживаете по манометру, если у вас предусмотрен на баллоне, либо по манометру, который идет на компрессоре. Также можно это все подсоединить через заправочную станцию или через какие-то другие переходники с похожим креплением. Все, что вы увидели. Винтовки, баллоны, насосы, компрессоры и самые необходимые переходники между ними вы можете приобрести в нашем интернет-магазине Охотника.нет.